Несколько лет назад у меня была ситуация, в которой со мной поступили несправедливо. Мы с женой были в отпуске, размышляли над событиями в нашей жизни, когда мы ехали через национальный парк Райдинг Маунт в Монотобе. Я понимаю, что это название может запутаться, но, тем не менее, именно там мы были, и в пути мы молились и задавали вопросы Богу. Дух Святой показал Гвен 36-й псалом. Он стал нашим центральным местом Библии в то время. Этот псалом, который мы будем рассматривать сегодня, кардинально повлиял на наши жизни. И в продолжении цикла «Открытое без стыда» мы рассмотрим, что автор псалма, царь Давид, ответил на вопрос «Что нам делать, когда кажется, что нечестивые люди процветают?» Первый стих говорит «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие». В переводе «НМВ» сказано «Не переживайте». В переводе «СИИ» сказано «Не раздражайтесь». Слово «ревновать» в первом стихе означает «горячиться». Я признаю, что когда нечестивые процветают, я начинаю ревновать, начинаю горячиться. Как говорил Аристотель, у нас есть особая эмоция, данная нам от природы, которая заставляет нас ревновать, когда мы видим незаслуженное процветание. Это не дает нам покоя. Мы понимаем, что это неправильно. Как можно не переживать и не расстраиваться? В моем случае я был расстроен и раздражен. Так почему же мы не должны ревновать? Во втором стихе сказано «Ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющие злак увянут». В переводе «СИИ» и «ВИ» сказано «Они вскоре исчезнут, как трава без дождя». Они не продержатся. Их жизнь ограничена. Их процветание ограничено. Ему придет конец. Так как же нам разобраться со своими эмоциями, раздражением и чувством несправедливости? В 36-м псалме не только говорится, чего не нужно делать, но и что делать. В 3-м стихе сказано «Уповай на Господа и делай добро». «Живи на земле и храни истину». Не тратьте все свои силы, переживая о том, что нечестивые процветают. Не тратьте все свои эмоциональные силы на ревность в отношении тех, кто манипулирует людьми, ситуацией или законом ради своей выгоды. Не тратьте свое время, думая, почему Боже. Почему все идет не так, как я хочу. Не тратьте свое время и силы, оправдывая свои действия. Давид говорит нам «Не идите туда». Это тупик, который приведет лишь к несчастью. Так что же Давид предлагает нам сделать взамен? Три простых слова в 3-м стихе «Уповай на Господа». Это звучит так просто и легко. Но как выглядит упование или доверие Господу? Доверие начинается с того, что мы сознательно полагаемся на Бога, а не на себя. Мы каждый день начинаем со слов «Боже, я отдаю свой день, свою жизнь, свою работу, свою семью». Добавьте сами что еще в твои руки. Я доверяю тебе. А что, если нам кажется, что мы не можем доверять Ему? Здесь приходит черед второго шага. Он состоит в том, чтобы обратиться к Богу. В 54-м псалме Давид написал «Вечером и утром, и в полдень буду умолять и вопиять». И он услышит голос мой. Я заполнил множество страниц своего дневника молением к Богу. А вот как я обрабатываю информацию. Я веду записи, обращаюсь к Богу. Я открыто и без стыда прихожу к Нему. Воззвать к Богу — это громко закричать к Нему. Так вы выражаете свое доверие Ему и передаете все вопросы Ему. Друзья, не забывайте, что наше доверие Богу также должно быть практичным. Нам нужно принимать решения, потому что мы будем ощущать искушение, придать доверие, которое хотим увидеть в своей жизни. Вот почему мы должны бежать от зла. Когда мы завидуем процветающему нечестивому человеку, нас часто притягивают к ценностям и приоритетам этого нечестивого человека. Иоанн описывает эти ценности, называя их похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской. Иными словами, мы хотим все, что видим. Мы жаждем наслаждения и хотим гордиться всем, что у нас есть. Библия говорит, что так поступают нечестивые или злые люди. Иоанн писал об этом в своем первом послании. Жизнь проходит лучше всего, когда мы помним, что Бог является истинным источником всего, и мы убегаем от всего, что уводит нас от Него, независимо от того, насколько хорошо оно выглядит. Убегайте от зла. Царь Соломон, сын Давида, сказал в притчах, «Не будь мудрецом в глазах своих. Бойся Господа и удаляйся от зла. Удаляйся от зла, убегай от Него». Как вам знать, от чего убегать? Как вам принять эту точку зрения? Вы должны проверить себя согласно Слову Божьему. Давайте будем честными. Мы не всегда хорошо оцениваем себя. Мы готовы далеко зайти, оправдывая свое поведение, свою точку зрения и даже свои грехи. Если мы хотим действительно доверять Богу и удаляться от зла, то мы должны знать, в каком положении мы находимся. Нам нужно найти объективное мерило, объективный стандарт, который покажет нам правду. И эта правда исходит от Бога и Его Слова. Давид писал об этом в 118-м псалме, говоря, «Сердце моем сокрыл я Слово Твое». Для чего? Чтобы не грешить пред тобою. Наполните свой разум и сердце Божьей истиной, Его Словом, и тогда вы получите точку зрения. Вот каков стандарт. А после этого слушайтесь водительства Духа Святого, чтобы понимать, что делать. Иисус обещал послать Духа Святого Церкви. Он сказал своим ученикам, что советник, Дух Святой, будет нашим духовным навигатором. Иисус сказал, «Утешитель, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Это Иоанн 14-я глава. Дух Святой направит вас, научит вас, поведет вас, исправит вас, наполнит вас истиной, чтобы вы могли пребывать в Божьей любви. Это истина, которую мы получаем, читая Божье Слово. Даже среди проблем Бог остается с нами. Он использует вызовы, несправедливость, с которой мы сталкиваемся, наше раздражение, чтобы сформировать нас. Именно в такие моменты наша точка зрения полностью меняется. Мы больше не видим недовольства или несправедливость как нечто, что определяет нашу жизнь. Они влияют на нашу жизнь, но не определяют ее. Мы видим их и переживаем их, в виде моментов, в которые Бог, наш любящий Отец, работает с нами и в нас, показывая свою любовь, меняя нас, делая людьми, которыми Он создал нас быть. Чтобы доверять Богу в несправедливой ситуации, нужно полностью сконцентрироваться на Нем, Его путях. Поступая так, мы познаем истинность обещаний Иисуса из Евангелия от Матфея. Там, в 28 главе 20 стихе, Он сам сказал, «И сия с вами во все дни до скончания века». Бог поступал так множество раз в нашей с Гвен жизни. Он был и остается верен. Он перенастроил наше мышление. Он нес нас, свой народ. Он исцелял наши сердца. И хоть я не могу сказать, что все прошло так, как мы надеялись, результат доверия Богу был таким же, как говорит Давид в 36-м псалме, 4-м стихе. Он сказал, «Выбирайте Бога в качестве приоритета, делайте Его планы своими. Вот тогда вы начинаете утешаться Им, и тогда цели Его царства становятся нашими целями». То, что приносит радость Ему, начинает приносить радость нам. Это естественный результат утешения Господа. «Поступая так, мы оказываемся на одной волне с Ним». Третий стих говорит, «Веди то, к чему Он побуждает тебя, потому что ты доверяешь Ему, входишь в повиновение Его Слову и Духу Святому». Вот почему домашние группы так важны, и тем более группы наставничества. Это место, где мы учимся следовать водительству Духа Святого. Если вы еще не присоединились к домашней группе, то сделайте это сегодня или откройте свою группу. У нас есть ресурсы, которые помогут вам сделать это. Мы бы хотели, чтобы вы присоединились к общине и могли пройти этот путь с кем-то, особенно столкнувшись с несправедливостью. «Каков результат утешения Господом? Вы получите желание сердца своего». Как это работает? Многие хотят узнать, как им получить Божие благословения в своей жизни. Иными словами, люди хотят знать, «Как мне заставить Бога сделать то, что я хочу?» Но Бог так не работает. Когда мы подстраиваем свое сердце под Его чувства, доверяем Ему, делаем то, к чему Он побуждает нас в Духе, мы получаем желание нашего сердца. Потому что желания нашего сердца начинают соответствовать Его приоритетам и целям для нас. Видите перемену? Мы начинаем фокусироваться не на нечестивых, а на Боге. Давид понимает, насколько тяжело это дается нам. И он ободряет своих читателей следующим советом. Это уже стихи с 5 по 11. Давид говорит, «Придай Господу путь твой и уповай на Него». И он совершит и выведет как свет правду твою и справедливость твою, как полдень. Мы с Гвен держались за этот стих каждый раз. Мы отдали свои жизни в руки Бога. Наши жизни и наша репутация были в руках Бога. Мы полагались на Него. В 7 стихе он говорит, «Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие жена Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». Давид напоминает нам, своим читателям, смотреть вперед. Не теряйте фокус из-за гнева. Не зацикливайтесь на своем гневе, потому что вы сделаете то, о чем пожалеете. Мы говорим глупости, когда мы в гневе. Мы срываемся, когда мы в гневе. Не забывайте, что Бог суверенен, и его планы исполнятся. В 36-м псалме мы видим отсылки к земле. Давид напоминает израилетянам Божьи обетования. Он постоянно говорит им о земле, Божьем обетовании им. С того момента, как они стали Божьим народом, «Земля будет их, как сказал Бог». Бог исполняет свои обещания, данные израилетянам и нам. Нечестивые либо отдадут свои жизни Богу, потому что Он призывает их к покаянию, либо понесут высшую меру наказания на Божьем суде. Откуда мы знаем это? В следующей части с 12 по 17 стих говорится об этом. Там сказано, что мы пожнем то, что посеем. Мы пожнем только то, что мы посеем, и никак иначе. Давайте посмотрим. Нечестивый злоумышляет против праведника и скрижещет на него зубами своими. «Господь же посмевается над ним, ибо видит, что приходит день его. Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы не изложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. Малое у праведника лучше богатства многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся». На прошлой неделе я увидел статью о бандите из Гамильтона. Зовут его Петто Лузитано. Ему было 52 года, и его убили на парковке в Онтарио 10 июля. Несколько лет назад его брата Анжела тоже убили возле его дома. Детектив полиции Гамильтона, Питер Том, сказал следующее об этих братьях-бандитах. Это была публичная казнь. Скорее всего, она была связана с их семейным бизнесом. Нечестивые пожинают то, что сеют. И в итоге, либо от человеческих рук, либо от рук Божьих к ним придет суд. Что происходит с теми, кто следует за Богом и доверяет Ему? Послушайте, что сказано во второй половине 17 стиха. Там сказано, «О праведников подкрепляет Господь». А в 18 стихе сказано, «Господь знает дни непорочных, и достояние их прибудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты, а нечестивые погибнут. И враги Господни, как туг агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут». Хоть нам кажется, что кому-то удалось избежать суда при жизни, Бог все равно будет судить их. Так говорит Библия. Не обманывайтесь, не будьте близорукими. Мы часто зациклены на том, чтобы жить хорошо сейчас, чтобы получить все сегодня, в этом месяце, в этом году. И мы теряем большую картину. Читая Ветхий Завет, первые две трети Библии, которые были написаны до того, как Иисус пришел на землю, мы видим, что люди не понимали, какой будет жизнь после смерти. Они искали лишь мгновенной справедливости, мгновенных благословений, или мгновенной радости. Они хотели все и сейчас. И мы видим это в словах Давида. А вот почему он говорит о земле обетованной, в которой жили израилетяне. В Новом Завете Иисус учит нас жить, помня о конце. Ученики апостола помнили о будущем и Божьем Царстве, которое придет в полноте при возвращении Христа. И вот почему они терпели ужасную несправедливость. Вот почему они верили в то, что справедливость победит. Они доверяли Богу в том, что Он исполнит Свои обещания. Недавно я слушал, как афроамериканский пастор говорил о важности веры в Бога и Церкви в афроамериканской истории. Он вспоминал прошлое, а также настоящее. Он сказал, мы не могли рассчитывать, что работорговцы будут относиться к нам хорошо, и поэтому мы обращались к Богу. Мы не могли рассчитывать, что правительство защитит нас, и поэтому мы обращались к Богу. Мы не могли рассчитывать, что юридическая система проявит к нам справедливость, и поэтому мы обращались к Богу. Мы не можем рассчитывать, что полиция защитит нас, и поэтому мы обращаемся к Богу. Мы можем рассчитывать на Бога, когда не можем рассчитывать на людей. Он сказал, вот почему церковь была и остается настолько важной. Мы знаем, что независимо от того, что происходит вокруг, мы можем быть откровенны с нашим Творцом и рассчитывать на Него. Бог поднимается, когда человечество падает. Мы знаем, что в Боге справедливость восторжествует, и независимо от условий, мы можем жить в уверенности. Мы можем жить совершенно иначе. Писание говорит, что праведник живет за пределами своих условий. Об этом и говорит наш 36-й псалом. Мы живем за пределами своих условий. С 21 по 31 стих говорится следующее. «Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает, ибо благословенное им наследует землю. Это Божие обетование. А проклятые им истребятся. Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословение будет. «Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь житься вовек, ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю, и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Давид показывает нам Божье сердце в отношении тех, кто читал эти строки тогда и сейчас. Давид описывает праведника. Он говорит своим читателям, что положившись на Бога, они получат награду. Каковы признаки праведника? Давид говорит, что праведный или благочестивый человек всегда щедр. Он не перестает давать. Почему он щедр? Потому что его будущее обеспечено, а его путь по жизни непоколебим. Мы читали об этом в 23 стихе. А как говорится в 25 стихе, их настоящее обеспечено. Они не будут беспомощны, потому что они уповают на Бога. Бог верен, и он не бросит свой народ. Помните отсылку к земле, о которой я говорил ранее? Она говорит о том, что Бог верен своему народу. Богу можно доверять. Он исполняет свои обещания. Бог привел народ в землю обетованную и поддерживал их там, пока они были верны Ему. Пока они жили так, как того хотел Бог. Когда же они начали наследовать нечестивых, все изменилось. Означает ли это, что последователи Христа никогда не сталкиваются с трудностями? Конечно, нет. Об этом ясно говорит Библия. Означает ли это, что все происходит так, как мы того хотим? Нет. Об этом также ясно говорит Библия. Так о чем же говорит Давид? Мне кажется, что лучше всего этот вопрос раскрывается в послании к евреям 11 главе, в известной главе «Героев веры». В этой главе приводятся люди, которые были верны Богу. Но там также сказано, что они не увидели исполнение обетований Божьих в полноте при жизни. Я советую вам прочитать эту главу. Мы прочитаем 37 стих этой главы, где рассказывается о трудностях, через которые прошли некоторые. Там сказано, «Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». В 39 стихе сказано, «И все сии, свидетельствованные вере, не получили обещанного». Почему? Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они, эти верные люди, не без нас достигли совершенства. Надеюсь, вы поняли. Он не желает, чтобы они достигли цели веры без нас. «Великие мужи Божьи видели, как Бог творит великие дела, но Библия говорит нам, что их высшая награда придет вместе с остальными людьми, которые поверили в Иисуса, и вместе мы переживем на себе полноту Божьих обетований». Это произойдет, когда Иисус вернется, чтобы судить нечестивых, наградить верных и установить свое царство в полноте и славе. Народ Божий живет, думая о конце. «Мы полагаемся на Бога как в этот день, так и в вечности». Вот почему мы обращаемся к Богу в случае несправедливости. Вот почему мы стоим с угнетаемыми. Но мы не теряемся, когда кажется, что выхода из нечестия вокруг нет. Вот почему мы можем и дальше идти во Христе. Потому что у нас есть надежда. Потому что Божий план и цели возьмут верх. Божий план исполнится. Во время пандемии и акций против расизма, политических и экономических потрясений, люди, надеющиеся на Бога, могут жить с уверенностью в будущем. Их надежда базируется на твердом основании, на Христе. Они могут жить в радости, щедрости и уверенности, даже в трудностях. Мне нравится, как в современном переводе Библии звучит стих с 32 по 40. Там сказано, «Нечестивые пытаются поймать и убить хороших людей, но Господь на их стороне, и Он защитит их на суде. Доверяйте Господу и следуйте за Ним. Он даст вам землю». Я говорил, что это исполнение Божьих обетований Аврааму, Исааку и Иакову. И вы увидите, как нечестивый будет уничтожен. Давид говорит, «Я видел, как жестокие люди используют других и становятся сильнее, как деревья на хорошей почве, но они исчезают внезапно». Я посмотрел, а их больше нет. Представьте то светлое будущее, которое ждет все семьи, живущие в правде, невинности и мире, а от нечестивых и их семей не останется и следа. Господь защищает свой народ, и Он приходит к нему в трудные времена. «Господь помогает им и спасает их от нечестивых, потому что они бегут к Нему». Разве это не чудесно? Господь помогает им и спасает их от нечестивых, потому что они бегут к Нему. Господь дал своему народу, израильтянам, землю обетованную. Но их место на земле часто оказывалось под угрозой, как со стороны других царей, так и со стороны тоталитарных правителей, царей, которые не следовали за Богом. Все хотели безопасности для своего дома и страны. Вот почему Давид хочет увидеть Божию справедливость сейчас и взывает к Нему в этом псалме. Как я уже говорил, концепция жизни после смерти была малопонятна во времена Ветхого Завета. Давид писал этот псалом в таком контексте. Но мы можем взглянуть на историю через призму жизни и учений Иисуса. Мы видим, как вся история Библии указывает на пришествие, учение, смерть и воскресение Иисуса, что дает возможность каждому, кто поверит в Иисуса, стать жителем Его Царства, которое придет в полноте, справедливости и мире, когда Он вернется назад. Новый Завет ясно провозглашает, что человечество столкнется с судом Божьим. И какую бы несправедливость вы не видели, да вы можете быть уверены в том, что справедливость обязательно победит. Какой бы непоследовательной ни казалась эта жизнь, Новый Завет обещает, что во время суда все получат по справедливости. И зло обязательно будет наказано. Мы все трудимся над созданием справедливого и равного общества. Стоит ли нам разбираться с несправедливостью, когда мы встретимся с ней? Конечно, но, друзья, злые люди будут процветать, потому что человечество не решило свою главную проблему, проблему бунта против Бога и желание управлять собой, служить своим целям. Часто это приводит к тому, что люди ставят себя выше других. Но если мы будем бежать к Богу, пребывать в Нем, полагаться на Него, Он даст нам настоящие желания нашего сердца, отношения с Ним и жизнь, которую Он приготовил нам, а это та жизнь, которую мы жаждем, даже не зная этого. Мы часто ощущаем недовольство, следуя за вещами этой жизни, которые не приносят нам ничего. Получилось ли у нас с Гвен все так, как мы надеялись или хотели? Скажу вам честно, нет, но реальность 36-го псалма остается нашей реальностью. Бог верен, Бог нес нас в самые темные дни, и чем больше мы обращаемся к Нему, тем больше Он посещал нас, тем больше мы наслаждались Им, Его заботой и Его обеспечением. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok